То, что Дом культуры Илека до 1994 года находился в здании местной церкви, а после в здании кинотеатра, энтузиазма местным жителям никогда не добавляло. В зрительном зале с темной сценой совсем не приспособленной ни для хореографических, ни для танцевальных коллективов заниматься известным на всю область Илекским ансамблем все время было очень сложно. Приходится готовиться к концертам в походно-полевых условиях. Буквально там, где стоим, там и начинаем репетировать. Например, в фойе мы выносим сюда ноутбук, маленькие колоночки, чтобы хоть какой-то звук был, и начинаем здесь делать разводки, танцы, сами понимаете, не зеркал. Вот так выглядят эти репетиции, если не в холле, то в небольшой комнатушке поются илекские казачьи песни. Свадьба у ворот, ой, свадьба у ворот, ой, свадьба у ворот продолжается. Ситуация изменилась с мая прошлого года. Находившийся в Илеке губернатор пообещал местным ветеранам, что следующий день победы те отметят вместе с ним уже в новом клубе. Как известно, губернатор свои обещания выполняет. Вот так будет выглядеть он, Илекский клуб, за стройку которого отвечает теперь депутат Илекского района Александр Коньков. У нас срок по контракту где-то в конце 2014 года. Но так как губернатор поставил задачу, мы сейчас упорно занимаемся, чтобы к следующему дня победы надо сделать этот объект. Он будет украшением Илекского района, это мы обещаем. Он будет один из лучших, который в области новейший, будет со всеми условиями, которые артисты ждут от нас. Зал на 440 мест, студии для танцевальных и хоровых коллективов. Все это уже начинает просматриваться в стройке, которая растет и день ото дня. В ней все узнаваемее становится тот самый проект, который был одобрен руководством района. 10 200 илекчан, именно столько на сегодняшний день числится в районе жителей, следят за ростом этих долгожданных стен. Мы его ждем, мы, знаете, по пальцам не считали, сколько нам осталось, что у нас наконец-то будет комната, где можно элементарно подкрасить губы перед тем, как бежать на сцену. То есть вот не здесь, где-то в коридоре. Здесь очень хорошее помещение закулисное, гримерное. Специальные комнаты предусмотрены там и для отдыха артистов. Но полностью полностью современный, сельский дворец культуры. Детский коллектив казачьей песни «Уральский казачок» покорил своими выступлениями не одно жюри. Что же будет, когда у этих мальчишек и девчонок появится собственный репетиционный зал, просторное, костюмерное? Будем надеяться, что наших элегчан услышит вся страна. Светлана Кабанова, Роман Боричев. Новости дня.